Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Сегодня не совсем обычная программа в таких полевых условиях. Здравствуйте, Леон. Добрый день. В полевых условиях, где-то находится, вот там на природе, я смотрю, не поделитесь? Ну, в общем, более или менее вас слышно, в всяком случае, да. Вот так лучше видно, да, свет лучше так падает, так лучше гораздо. Что прекрасно. Я сейчас нахожусь с друзьями вместе в Palm Springs. Это где-то 2-2,5 часа езды от Лос-Анджелеса в сторону Мексики. Совершенно замечательный курорт, который в свое время люди стали, богатые люди, уезжать, селиться здесь, потому что здесь совершенно замечательно, так сказать, для всех хартритов и тому подобное. А тут уезжали сюда и имели вторые дома практически все голливудские актеры. А вот мои друзья, у них здесь ферма, на которой лошади, свиньи, куры и тому подобное. А кроме того стоят домики, в которых можно приезжать, остановиться и получать удовольствие от жизни. И вот мы с ними вместе вчетвером сейчас сюда приехали. Замечательно. Хочу пожелать вам хорошего, такого приятного времяпровождения. Спасибо. Поступал вопрос от наших радиослушателей о ситуации в Сиэтле. Что там происходит? Ну, там на самом деле достаточно интересно. Я сейчас не пытаюсь сдавать оценку страшно и прочее. Интересно, потому что, когда левые организовывают, как они заявили, свою страну, потому что шесть кварталов в центре города Сиэтла захвачены, ну, скажем так сказать, они себя называют несогласными, революционерами. Они, значит, организовали там новую страну, как они заявили. Первое, что они сделали, это они вокруг этих кварталов построили стену. То есть вот дураки дураками, а делают все то, что они кричали, что ужасный, кошмарный расист Трамп хочет стену построить. Зачем они построили стену? Ну, такую баррикаду построили, да? Значит, зачем они ее построили? Чтобы всякие элементы, которых они не хотят видеть на территории своей страны, как они ее называют, туда не заходили. В этой баррикаде, тиростине, они сделали несколько проходов. Поставили вооруженных людей там у этих проходов. И они запрещают туда входить людям, если, значит, те не предъявили документы, не показали, что они туда несут, и не объяснили цели визита. И они тех людей, которые им не нравятся по виду, скажем, слишком белые или там еще что-то, просто туда не пускают. Так что, как только левые организовывают свое даже такое смешное псевдогосударство, первое, что они делают, они делают то самое, что они запрещают делать нам с вами, крича, что мы, если будем это делать, мы расисты. Давайте, у нас есть звонок, может, попробуем принять. Давайте. Добрый день. Добрый день. Будьте добры, я прослушал вашу программу. Меня очень нравится. Как я могу подписаться? Я пожилой человек. Раньше я в спорте был большом. А, ну вы, раз вы прослушали что-то, значит, у вас есть интернет и либо компьютер, либо телефон, правильно? Да, да, в телефоне. Ну, прекрасно. Значит, вот в телефоне вы находите YouTube, то есть вы заказываете, ищите в телефоне YouTube. Когда вы получаете YouTube, выскакивает, то там есть окошечко, в котором можно кликнуть на него, и можно вписывать что-то. Вот вы пальцем в это окошечко тыкаете, у вас возникают буквы, по возможности английские, латиница. И вы пишете Leon, потом отступление, а потом Wayne State. И после этого в YouTube выскакивают несколько моих видео. Нажимаете на любое и подписываетесь на канал. Ага, все ясно. А вы не даете так платно или как по радио? Ну, если хотите, я могу платно сделать, а так вообще для других бесплатно. Я не понял, почему для меня платное, а других... Так вы уж попросили. Вы же сами... Вы попросили платное? Я сказал, пожалуйста, можно и платное, но вообще-то оно бесплатное. Мне больше 90 лет, что вы с вами возьмете? Мои эти самые... Замечательно. Я тренер был заменитый раньше. Да, так вот, значит, зачем организовалось это, так называемое, новое государство? Они говорят, что они больше не хотят жить по американским законам, которые репрессивны, которые, значит, все построены на том, что черные работают, а белые получают, значит, дивиденды, доходы с их работы черных, что это расизм, что вообще вся Америка построена черными руками, а им черным ничего не досталось, и белые это забрали. Что, значит, Амазон не платит, и многие корпорации не платят никаких налогов, а с них якобы их берут. И что они хотят, чтобы Амазон половину своих налогов отдавала теперь вот им, тем, которые, значит, там сидят в Сиэтле, демонстранты, чтобы они защищали свои границы и кормили тех людей, которые... Это все звучит абсурдно, я понимаю, но это то, что они хотят. Теперь, значит, они обошли все магазины, которые там были, открыли их, если они были закрыты, забрали оттуда все, что можно, а хозяева, если они их поймали, они требуют теперь деньги за защиту, они будут их защищать от кого непонятно, наверное, от самих себя. Вот, если, значит, не будут хозяева давать им денег за защиту, тогда, ну и дальше рисуйте сами, значит, что они тогда будут с этими хозяевами делать. По крайней мере, как мы знаем, где-то 80 лет тому назад, в 30-х годах в Германии, когда вы не платили эти деньги, а вас обычно убивали жену, насиловали там с дочерьми, а бизнес сжигали. Да. А если говорить в целом о ситуации, о событиях последних дней, скажем, возведения в ранг национального героя Джорджа Флойда, а вот сегодня сообщается о том, что очередную полицейскую, зовут ее Натали Карона, застрелили просто, напали, застрелили, о них не говорят, о них мидия молчит, об этих полицейских, которые гибнут, а вот этого возвели в ранг национального героя, устроили пышные похороны, причем не одни, а в Техасе и в... Ну, вы помните, такой человек есть Ленин, да, Владимир Ленин? Ну, да. Ну, он, он значительно, по сравнению с ним, Флойд просто ангел, маленький мальчик, невинная девушка. Ленин, так сказать, кровавый, грязный убийца, симфидитик, подонок. Вы думаете, все что угодно, да, из, наверное, десятка самых плохих людей на белом свете за, там, 20 век. А он до сих пор лежит в мавзолее, над ним, значит, стоят, на трибуне, принимают парады, мимо него ходят парады, стоит очередь, там, люди какие-то, я не помню, платят за это деньги или нет, но, по крайней мере, на него ходят смотреть, смотрели 70 лет подряд или сколько там, и смотрят сейчас. То есть, наоборот, так сказать, мы, мы обычно так и бывает, что подонки, а Павлик Морозов, так сказать, ну, просто, так сказать, отчаянная сволочь, каких, что называется, свет не видал, своих собственных родителей, предал, продал, так сказать, герой Советского Союза, правильно? Сколько еще таких героев есть там? Сталин, Иосиф Виссарионович, так сказать, ну, случайно оказалось, скинули его в атаку и прочее. Поэтому, Флойд, чего, так сказать, удивляться? Левая психология, левая философия вообще говорит о том, что совершенно наплевать, какими способами надо добиваться своих задач, да, так сказать, того, что ты хочешь. Абсолютно наплевать, сколько ты человек убьешь по дороге, абсолютно наплевать, от кого ты оболжешь по дороге, сколько людей, так сказать, там, 8 миллионов человек только в одной Украине погибли просто потому, что решили делать коллективизацию, а Украина сопротивлялась. Два миллиона человек в Казахстане по этому же поводу погибли от того же голодомора. Поэтому о чем мы говорим? Значит, просто в Америке сейчас проявляется то самое, что проявлялось в Европе. Сначала, так сказать, в Германии в начале века, потом в семнадцатом, так сказать, четырнадцатом, семнадцатом, двадцатом годах в России, потом в тридцать каких-то годах в Германии опять вернулось, а потом где-то, так сказать, в сороковых годах в Китае. Ну, там могу рассказывать про всякие более мелкие страны, но все их знают. То есть оно неминуемо пришло в Соединенные Штаты Америки, потому что, как говорил когда-то Роналд Веган, как только мы не передаем следующему поколению, ценности наши, не объясняем, что за эти ценности надо бороться, что свобода, она просто так не дается, то мы эту свободу теряем. Вот сейчас происходит полная фашизация Соединенных Штатов Америки. Все то же самое, что происходило в тридцатых годах, это самый яркий пример, мы его помним хорошо, да, в Европе и не так давно. Фашизм. Когда, так сказать, тогда это называлось евреи, да, сейчас называются белые. На самом деле все то же самое. Значит, некоторые евреи становились на колени или просто переходили в партию фашистскую, одевали форму, а в коричневую там и прочее. Некоторые белые становятся на колени. Тогда громили и жгли еврейские бизнесы. Сейчас жгут и громят бизнесы белые. Они громили и черные, но сейчас черные придумали такую штуку. Они выпустили, значит, так, плакатик, и на этом плакатике написано «Этот бизнес, этим бизнесом владеют черные». Что, мол, не заходите, другие разбивайте, а эти не надо разбивать, тут свои. Ну и, значит, я не знаю, обходит, не обходит, но, по крайней мере, то же самое, что было раньше. Этот бизнес еврейский там мелом, а этот бизнес не еврейский. А потом, значит, требовали книги изъять из библиотек. Сейчас у нас требуют фильмы изъять из тех же библиотек, которые там HBO и тому подобное, которые показывают. Уже подготовлен список из следующих, значит, сейчас они изъяли фильм, значит, «Унесенные ветром», говорят, что это временно изъяли, просто они инструкции дадут. А уже есть еще список из 12 фильмов, которые надо будет тоже изымать и не показывать, изобретить и тому подобное. Просматриваются за 10, 20, 30 лет тому назад, что писали люди. Если выясняется, что они что-то писали положительное, скажем, так сказать, отрицательное о черных или положительное о Трампе, то их начинают выгонять с работ из университетов. Особенно тех работ, которые особенно близки по духу, к всем этим самым левым движениям. Это университеты, скажем, всякие, хай-теки и тому подобное. Уже, по-моему, Амазон сказал, что потратит 100 миллионов долларов, а не Амазон, Apple, сказал, что потратит 100 миллионов долларов на исправление своего ужасного, ужасного расизма, который, как оказывается, все эти годы был на Apple. Никто об этом не знал. Они все время говорили, что никакого расизма нет. Оказывается, он есть. И они выделили аж 100 миллионов долларов на подкуп этих масс-банд. Что якобы эти 100 миллионов, чтобы не мешали им работать. Правильно? То есть ужасно даже не то, что есть такие элементы, отморозки и т.д. Ужасно то, что городские власти демократические и достаточно либерально-левацкие учреждения и организации начали склонять голову, становиться на колено и предлагать им деньги, чтобы они дали им возможность существовать. Вот это ужасно. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Леон, я утром прослушал ваше выступление по поводу, как вы назвали, контратаки на демократов. Хотелось бы узнать, может быть, что-то еще новенькое есть, интересно. Вы порадовали меня с утра. Ну, вы знаете, я не знаю, все остальные, наверное, большинство не читало, поэтому я повторю очень вкратце, что я сказал, что с моей точки зрения вот то, что мы сейчас видим с «Черные жизни важны», там, выступления, там, Антипы и тому подобное, это готовилось очень давно, но готовилось оно, с моей точки зрения, поближе к выборам. И произошли некоторые события, из-за которых демократы были вынуждены передвинуть, значит, вот эти вот все бунты, пожары, поджоги и тому подобное подальше от выборов, поближе сейчас, чтобы, что называется, не пропустить моменты, люди начали бы озверевать от их стороны. Эти, значит, вот, было три момента, о которых я говорил. Первое, то, что Хиллари Клинтон проиграла апелл, то есть просьбу, она пыталась уговорить суд апелляционный, чтобы ее не обязали выступать, ее обязали выступать в суде, поднять руку, говорить, что называется, правду, ничего кроме правды, понятно, что она будет врать, ежу, да, но сейчас, если она поймают на вранье, то, так сказать, могут быть неприятности. Значит, она обязана будет выступать по иску такой, есть организация, юридическое наблюдение, да, которое подало в суд на нее по поводу Бенгазии, по поводу сервера. Значит, первое, это вот она начнет отвечать на вопросы, а с ней еще куча народу, которые работали с ней, под ней и тому подобное, и там, конечно, полезет очень неприятная для демократов информация. А второе, то, что произошло, это вчера, уже позавчера, я сейчас не могу сориентироваться, по-моему, позавчера, в пятницу, в четверг, вчера, в Сенате, Сенатская комиссия по юриспруденции, значит, Грэм, значит, Линдзи Грэм, руководит ею, значит, большинством голосов проголосовало за то, чтобы вызвать 50 представителей Белого дома и всяких агентств, которые работали высокопоставленные Белого дома, чтобы спрашивать у них вопросы под присягой, связанные с началом расследования Трампа и его компаний. Значит, теперь уже Грэм сказал, что результаты, отчет будет готов в конце октября, я надеюсь, что вы понимаете, почему, да, потому что в ноябре выборы. То есть, значит, сейчас у нас остался июль, август, сентябрь, три месяца на то, чтобы допросить 50 человек. Это означает, что практически каждый день какая-то грязь, связанная с демократами, будет выливаться в интернет. Пресса будет всеми силами это замалчивать, но все замолчать им все-таки не удастся. Интернет работает, Фокс работает, радио работает, мы с вами тоже будем пытаться друг другу все это рассказывать. И третье, это в Украине, значит, по-моему, сегодня, так сказать, опубликовано еще целый ряд документов, связанных с подкупами, уже наличкой людей, которые должны были закрывать дела, связанные с буризмой, то есть напрямую связанные с Байденом. Джулиане накопал очень много материалов, и, как вы знаете, конференция, съезд демократической партии будет проходить с 20 по 23 августа. И я предсказываю, что 24, в самое позднее, 25 августа, грязь, связанная с Байденом, с подкупами, с деньгами, которые его сын получал по непонятной причине из Украины, которые он по непонятной причине получал в огромных количествах из Китая, в то время как Байден отвечал за переговоры и с той, с другой стороной, и провалил, и там, и там. В Китае просто он провалил переговоры, а в Украине он потребовал, чтобы главного прокурора, кто занимался делами вот этой компании, от которой его сын получал бабки ежемесячно 50-60-100 тысяч долларов, что, значит, уволили генпрокурора, его уволили, потому что он пригрозил, что тогда Америка не будет помогать Украине, если его не уволят. То есть вот из этих трех источников польется грязь, и должна была начать литься уже вот-вот, вот сейчас-сейчас, совсем-совсем. И, конечно, демократы, чтобы успеть до того и отвлечь внимание от всего этого, должны были что-то такое вот выдумывать, и они, тот сценарий, который они собирались разыгрывать, наверное, в августе-сентябре, они начали разыгрывать сейчас. Леон, давайте, наверное, мы сделаем небольшой перерыв, буквально пару минут, после чего вернемся и продолжим, если не возражаете. Конечно. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Леон, мы упомянули о том, что вот фильм «Унесенные ветром» запрещен, на очереди там еще целый перечень фильмов, которые снимут с проката. Книги в школах запрещают, в частности, книга, фильм, по которой все из нас, наверное, видели не один раз, «Приключения Геккельберри Финна», тоже признана как бы неполезной, и запретили ее в школах. Памятники сносятся по всей стране. Ну, это хунвейбины такие, настоящие хунвейбины. Если вы вспомните культурную революцию в Китае, это вот то, что они делали. Лидер демократического большинства в Нижней Палате, то есть спикер Палаты представителей, теперь заявил о том, что необходимо снести, удалить из здания Капитолия 11 монументов, посвященных там федералистам. Вообще вся эта ситуация набивает какие-то грустные мысли, грустные воспоминания или тревожные, я бы даже так сказал. Ну, конечно, грустные даже не знаю, тревожные, конечно, потому что память наша, может быть, не личная память наша, но память наша еще пока помнит достаточно хорошо, достаточно живо памяти народа еврейского нашего и вообще народов европейских, как минимум. То, что происходило в 30-х годах в Германии, насколько это стало популярным и в Англии, и в Америке, тот же, так сказать, Форд, который вообще считал, что надо устанавливать фашизм здесь, в нашей стране. Президент на тот момент, значит, ФДР, прошу прощения, Франклин Берландо Рузвелл, он считал, что надо устанавливать здесь фашистские законы и говорил, что Муссолини просто, так сказать, называл его Distinguished Gentleman, Муссолини, который самый лучший экономист на земном шаре. Поэтому мы все достаточно хорошо помним и понимаем, что эти идеи никуда не делись. Нам всегда казалось, что Америка достаточно, ну, скажем, пропитанная идеями индивидуализма, личного достижения, каких-то еще, так сказать, там, ценностей, которым мы, когда мы сюда ехали, мы, как бы, так сказать, подсчитали, что Америка – это столб, что Америка – это основа этого. А выяснилось, что достаточно большое количество людей на территории Соединенных Штатов Америки не имеют никакого отношения ни к пониманию свободы, ни к любви к институции, ни к флагу, ни к истории, ни к чему тому, что происходило с Америкой. Все, что они помнят или хотят помнить, это, что, значит, вот, есть белые, есть черные, значит, белые плохие, черные хорошие, и эти самые, вот, значит, белые, которые плохие, они отбирали, отбирали, и из-за того, что, значит, белые вот так плохо относятся к черным, у черных никогда ничего все равно не выйдет, и пока, так сказать, вот у белых мы все не отберем, мы все не поделим, то наша черная жизнь будет ужасная. Я не говорю, что все черные так считают, не говорю, что все афроамериканцы так считают, да, я просто говорю, что это та психология, которая есть у той массы, которая вылилась на наши улицы, но главное, что из-под тяжка этой массы руководят, так сказать, ну, называйте демократы, называйте как угодно, я бы сказал так, глобалисты, да, вот, а которые считают, что они расшатают и, так сказать, таким образом повалят Америку, а дальше, мол, так сказать, мы этого джина, который вылез, мы легко засунем в бутылку. У меня для них есть сюрприз, он называется так, значит, пьют не по паспорту, а по морде. Мы всегда это говорили про евреев, но, должно вам сказать, что белые еще более легко отличимы, чем евреи. Некоторые евреи могли спрятаться, да, под личиной чего-то, а белые, ну, очень сложно. Вот у меня, несмотря на то, что у меня оливкового цвета кожа, а не белая, да, тем не менее, всем понятно, что я не негроидный раса, и поэтому, так сказать, я враг, я плохой и тому подобное. Вот. Ну, а дальше я не знаю, что будет происходить, наверное, если мы не будем сопротивляться, то, так сказать, в Германии там, как бы, оно, что почти сверху шло, хотя тоже, так сказать, нет, да. Гинзенбург был во главе страны, Гитлер был во главе, так сказать, стал во главе партии, а они, как бы, жали на то, что, на то, что, ну, были какие-то... Вот как сейчас есть моменты, про которые можно сказать, что да, вообще-то там, действительно, там, черных там больше арестовывают на улицах. Их больше арестовывают, правда, потому что они больше преступлений, так сказать, совершают. У нас 15 процентов, даже меньше, 13 процентов афроамериканцев в стране, а количество убийств, скажем, от 50 до 52 процентов совершается афроамериканцами. То есть пропорционально они значительно больше нарушают закон. Ну, да, объективно можно сказать, что их чаще останавливают на улицах, да, или там их чаще арестовывают, и их больше сидят под тюрьмой. Точно так же в те времена можно было сказать, что, да, так сказать, там, Германия, да, напала там когда-то на другие страны в Первую мировую войну, но потом нас там лишили рынков, нас лишили того, нас требуют контрибуцию и тому подобное, нам жизнь плохо. Люди забыли уже о том, что они первые напали, они помнили только, что им жить плохо. Вот, так сказать, все то же самое, черные уже забыли о том, что они... 75 процентов рождается детей без отца, и растет без отца. Они забыли о том, что они не шли учиться, а, так сказать, большинство белых, в общем, так сказать, папы-мамы там заставляли учиться, да. Вот. Они видят только результат, результат плохой, и они считают, что в этом результате кто-то виноват. Их все время уговаривают, что виноваты и белые. Что бы ты ни начал делать, что бы ты ни делал, тебе все равно не дадут, потому что тебя не любят, ты раб. И пока ты не освободишься от этого рабства, а именно от рабовладельца, у тебя в жизни все будет плохо. Поэтому у нас происходит то, что у нас происходит. Но это самый обыкновенный фашизм. Сто процентов. Единственная надежда на то, что все-таки во главе правительства у нас не Гинденбург. Удивительно. А с другой стороны, нет ничего удивительного в том, как быстро тема вообще преступности приобрела некий иной смысл, и стали обсуждать тему расизма. И все как бы с этим согласились. Посмотришь, все СИО-корпорации больших, средства массовой информации, в том числе и республиканцы, говорят о существующем расизме. Честно говоря. Да, да, пожалуйста. Да, они говорят, потому что очень часто, я бы сказал так, почти никогда не важно, что действительно происходит, а важно, что об этом думает толпа, народ, страна и прочее. И если толпа думает, что есть несправедливость, то значит она, по крайней мере, у них воображение есть. И с этим что-то надо делать. Я сейчас не к тому, что надо выделять деньги на то, чтобы там, я не знаю что, больше черных было в совете директоров фирмы такой-то. Это чушь и ахинея. Остаешься членом совета директоров или там замотделом, или ведущим специалистом, не потому что ты черный, белый или зеленый, а потому что ты знаешь, что ты делаешь. И знаешь лучше, чем некоторые другие, которые рядом с тобой находятся. Бывают ошибки, но тем не менее, это именно так и делается. Значит, подход, который нам сейчас предлагается, это подход расистский. А именно, если ты определенной расой, то значит мы тебе дадим в жизни больше. Ты будешь получать там легче, я не знаю что, так сказать, должности. Тебе легче будет поступить в университет, что было уже давно, сейчас стало медленно изживаться и снова сейчас вспыхнуло. Да, надо там их... То есть два человека идут на врача, один хороший, другой плохой. Хороший не проходит, плохой проходит. Почему? Потому что он черный. Теперь его же невозможно выгнать из университета, потому что он черный. А потом ему нельзя поставить двойку на экзамен. И тому выходит врач, к которому лично я не хотел бы идти. Не верю, я ко всем черным не хочу идти. Просто вот к такому врачу, который прошел по... А я потому что я другого цвета, поэтому, да? Я не хотел бы идти. И это начнет происходить. Люди будут бояться идти к врачам, которые они будут... Ладно, врач. А мост строить? Ведущий специалист? Извиняюсь по тому поводу, что он что? Черный. Он лучше может построить мост. А если он не умеет расчеты делать, а он черный, а его взяли как главного инженера, да? Мост же будет подопадать, и будут гибнуть и черные, и белые. Но этот всем наплевать. О последствиях никто не думает. Главное, думают о том, чтобы сегодня удержать свое место или получить что-то от... Они сейчас почувствовали, о, у нас есть движение, энтузиазм. Они нас поддержат. Да не поддержат они вас. Они вас сожрут. Глупые вы демократы. И когда мы говорим... Ну, все чаще звучит это выражение белый, white guilt, белая вина. То есть... И ведь это не случайно происходит, начиная с начальных школ, а детям, вплоть до того, что в некоторых вузах, по-моему, ввели такие курсы, белый white guilt. То есть белым студентам внушается, что они виноваты уже потому, что они родились белыми. Поэтому неудивительно, когда смотришь на эти видеокадры, где белые, ни в чем не повинные люди, становятся на колени и начинают массово извиняться. За что? Перед кем? Какая вина на них лежит? Я понимаю, там потомки Форда, ну, вообще потомки всех богатых старых фамилий, существующие фонды какие-то, у них есть некое чувство вины, потому что они родились с серебряной ложкой во рту и, так сказать, жиру бесятся и не знают, как им, вот, так сказать, изобразить себя такими благими. Но люди, которые вынуждены пахать, чтобы обеспечить, прокормить свою семью, вдруг начинают искренне извиняться, становиться на колени, посыпать голову пеплом и говорить, что они виноваты перед черными. Можете мне сказать, в чем я виноват хоть перед одним черным? Или вы в чем-то виноваты? У вас есть чувство вины? Может быть, мы просто этого не понимаем? Может, мы действительно виноваты в чем-то? Ну, Сереженька, значит, конечно, ответ будет очень простой. Ни в чем мы не виноваты. А не один из нас. Я думаю, что кроме того, в мире есть подонки, в мире есть сволочи, в мире есть воры, в мире есть бандиты, там и тому подобное. Они виноваты, но они обычно, потому что они там воровали, обманывали и прочее, и черных, и белых, и каких угодно, и хоть, так сказать, там, хоть оранжевых, да? Вот. Но они точно даже виноваты перед нами, а как они виноваты перед всем остальным. Но мы-то нормальные люди, что у кого-то был раб когда-то. Лично у меня нет. Я являюсь рабом своей жены, это да, и детей, это да. Вот. Но пока еще идеи, значит, потребовать возмещения у них у меня не было. Вот. А, конечно, не было, так сказать, ни у кого, ни рабов не было, ни у металевы никого. Наоборот, с моей точки зрения, мы приехали в эту страну. Я лично, вероятно, возрадовался от того, что здесь нельзя было, неприлично было, ужасно было начать говорить, там, там, жидовская морда, или, там, ты скажешь, черноморд, черная жопа, я не знаю, там, как в России любят говорить о азербайджанцах, там, и грузинах, да? Там и тому подобное. Мне очень нравилось это, что этого нельзя. Потом вдруг я начал выяснять, что, оказывается, если ты черный, то тебе легче поступить в институты. Как это легче поступить? Как же, расизм? Нет. Это не расизм. А вот если ты черный, тебе там тогда нельзя отказать в квартире. Как нельзя отказать? Почему? А вот так. Уже если ты откажешь, это расизм. А если белому откажу, это нормально. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. Вот в связи с этими памятниками, что они сносят сейчас. Неужели нету столько американцев, которые до сих пор их родственники воевали под предводительством этих генералов, южан, и они в душе они еще южане. И они молчат. Как это так понять? Ну, если вы заметили, то все 30 городов, в которых происходят вот эти вот, то, что называется, riots, то есть бунты, они все там мэры города, демократы. Почему важно, кто мэр города? Потому что муниципальная полиция, то есть та правоохранительная организация, которая занимается правопорядком на улицах этого города, находится в полном подчинении, абсолютном, стопроцентном, полном подчинении мэра. Если полицейский не хочет выполнять распоряжение мэра, то он просто должен уволиться. А значит, поэтому ни в одном, по-моему, городе, в котором, нет, ни в одном, есть был, в Лас-Вегасе были немножко бунтов, но они кончились, но там не, республиканец там независимый, который с моей точки зрения, который я, женщина там, по-моему, такая же демократка, как все остальные. То есть все 30 городов, в которых все это происходит, это города, в которых власть подыгрывает, либо принимала участие в организации, но власть подыгрывает дестабилизации. Поэтому все это и происходит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Мне кажется, что никакого нет вопроса насчет дискриминации. В какой еще стране не черной два раза проголосовали за президента черного? Это уже такой аргумент, это такое уже доказательство, что трудно дальше говорить. Я думаю, что вы очень рационально к этому подходите. Значит, большинству черных лидеров было очень невыгодно считать или говорить, или понять, что в этой стране нет расизма. Их вся карьера, деньги, власть, слава построена на том, что они поднимают толпы на то, что вас унижают, а я вас буду защищать, отправьте меня в Конгресс, или дайте мне денег, и без меня вы вообще пропадете, это вас все ненавидят, и тому подобное. Поэтому, то, что Обама пришел к власти, им с одной стороны понравилось, а с другой ошибкой не понравилось. Поэтому, уже при Обаме, если помните, начали просто утраиваться, удесятеряться случаи черных таких восстаний, скажем, помните, Occupy, Лос-Анджелес, Occupy, Уолл-стрит, и тому подобное. Занятия всяких домов, каких-то там, райот, и тому подобное. Вот пришел Трамп, и как-то сразу они притихли. Но, как видите, притихли они, чтобы перегруппироваться. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, который я уже задавал, но ответа не получил. Ведь сейчас генеральный прокурор у Трампа, я не могу сказать, что он карманный, но он порядочный человек и, в общем-то, объективен. Почему заглохло дело против Клинтона, против Обамы и против Шифа, против целого ряда дел, которые находятся в разработке и которые закончены? Будет ли они возобновлены? Ведь перед выборами самое лучшее их возобновить и раскручивать. Спасибо за ответ. А, Сережа, а я разве об этом не говорил минут 10 подряд, нет? Очевидно, вот не устраивает радиослушателя такой исход. Ему надо, чтобы сегодня и сейчас... А, окей. Ну, пусть в записи. Огромная просьба. Наверное, он пропустил. Я до перерыва 10 минут ровно по этому поводу говорил. Я не буду повторяться, потому что остальные все слышали. просто пойдите на веб-сайт, на котором выставлено будет это интервью, там, сегодня вечером или завтра утром, и вы прослушайте еще раз, и вы услышите ответ на этот вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вот я не понимаю, почему нету массового движения за счет запрета демократической партии. Это они работодельцы. Они боролись за рабство. Я думаю, что это должно быть в массовом движении. Ну, прекрасно. Спасибо. Я понял вопрос. Значит, ответ следующий. Месяцев 6 тому назад я попытался организовать некую петицию на веб-сайте Белого дома. Условие такое. Если 100 тысяч человек подпишут эту петицию, то Трамп ознакомляется с ней. Значит, у меня у одного только где-то 70-80 тысяч подписчиков. А на всяких моих ютубах, там, фейсбуках, значит, здесь есть подписчики. В других местах, в которых я выступаю или там сотрудничаю, есть подписчики. То есть, в общей сложности 200-300 тысяч человек, которые услышали то, что я говорю. Я написал эту петицию, подписался. И в течение месяца, 30 дней, я об этом говорил постоянно. Значит, 600 человек подписалось, не 100 тысяч. Прошло какое-то время, и я решил, что надо сделать, то есть, начал делать мультфильмы, такие трехминутные, очень простые, рассказывающие очень простые вещи, как раз, о демократической партии, республиканской и того подобное. На двух языках я обратился к своей аудитории, и к аудитории тоже еще приблизительно полмиллиона человек, о том, что нужно собрать на 10 фильмов всего 10 тысяч долларов, не мне, а тем специалистам, которые уже по моим разработкам, по моим сценариям, по моим всем остальным, сделают физически то, что я сам делать не умею. Значит, огромное количество людей написало мне, что, конечно, они дадут деньги. Мы в финале собрали где-то порядка 500 долларов, которые я все вернул обратно людям, потому что, ну, это просто насмешка. Третий раз, месяц тому назад, я предложил в Лос-Анджелесе выйти на демонстрацию против закрытия страны и Лос-Анджелеса. И, когда я это предлагал, говорил, что это нужно, получил невероятное количество комментариев, что все со мной, с нами. Значит, я договорился с организациями, связанными с Трампом, что я привожу 200 человек из бывшего Советского Союза в определенное место, туда же подводятся там знамена, громкоговорители, еда там и тому подобное, и подгоняется пресса. Четыре человека и на этом все кончилось. О каком движении вы вообще говорите? О чем вы говорите? Кто? Мы не хотим поднять задницу, мы не хотим даже, просто говорят, подпишите петицию, вам для этого нужно закончить читать или слушать, кликнуть вот сюда, напечатать свое имя и крикнуть вот сюда и все. И из 100 тысяч человек подписало 600. Господа, вот за то, что мы сидели на задницах и продолжаем сидеть, за то, что мы диванные философы, мы все это и получаем. Все это, вот то, что сейчас происходит, это наша с вами вина. Мы виноваты, не кто-то, не дядя Вася, мы виноваты. И только не думайте про себя, о, я делал все, что мог. Ничего мы с вами не делали. Ничего. А у нас огромный опыт того, что происходило. Мы должны были на каждом углу орать, кричать, рассказывать. Плохой английский неважно, рассказывали на плохой английском. Дети не хотят слушать, неважно, слушай дальше, все равно. Мы не делали этого. Нам было удобно думать, что в школах все сделают, в университетах, Америка сама сделает. Вот мы и получили. Мы получили поколения, даже два поколения, которому наплевать на наши ценности, наплевать, зачем мы сюда ехали. Они хотят равноправия. Они понимают равноправие так. Все делают каждый, что хочет, а получают, откуда непонятно, но все одинаково. Вот это их идея о равноправии. И вот так они живут. И в этом виноваты мы с вами. Как это не печально. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Сергею. Говорили Сергею, говорил Сергей на прошлой неделе, где-то в четверг или в среду, что в банке Лагров ожидаются погромы, всякие вот эти вот такие вещи, которые были в других городах. Или было это высказано в другой форме. Окей, я не знаю, как говорили насчет погромов, но говорили мы о том, что собирается некая манифестация, ну, то, что проходило в других городах. Оно действительно прошло, оно прошло, слава богу, как выясняется, мирно. Пришли вот люди, которые встали на колени, посыпали голову пеплом, извинились перед кем, за что, непонятно. Вы знаете, что эта картина была не менее омерзительная, может, менее, так сказать, раннейшая физически, но внешне, но морально это была не менее омерзительная картина. Так что я не знаю, чему вы тут радуетесь. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Сергею. Говорил ли он? Так, повторно, что, мне нужно специально два раза повторять для особо одаренных. Это опять один и тот же радиослушатель, который с этим же вопросом говорили, говорили. Окей, так или иначе, Леон, у нас буквально минута времени, вы абсолютно, к сожалению, вы абсолютно правы, в значительной степени это наши упущенные дети, это наши упущенные дети, если мы не смогли достучаться, а рассчитывать на то, что школа, школа, к сожалению, превратилась в машину по промыванию мозгов. Вот результат, который мы имеем. То, что происходит на улицах, но одно дело, понятно, там из гетто вышли афроамериканцы, которые традиционно занимались этим, нарушали законы и так далее, но самое это, то, что бросается в глаза, это леворадикальное белое отребье, которым, ценности, о которых вы говорили, они им настолько далеки, и вот это обескураживает, это действительно наша вина. И что еще поражает, это то, что нам казалось, что такие вещи, как право говорить, что мы хотим, то есть, первая поправка Конституции, да, право высказывать свои мысли, право, так сказать, в общем, обязанность уважительно относиться к мнению других людей, это все перестало играть роль, перестало какую-то роль играть в жизни наших детей и дальше. Ужас заключается в том, что они считают, что даже если ты не кричишь «Ура!» за них, то ты враг. То есть, абсолютно повторяют, я это много раз уже видел на интернете, слышал по радиотелевидению, они повторяют знаменитую фразу российскую, если ты не с нами, да, то ты против нас. То есть, варианта нет того, что ты не решил еще, или ты не разобрался, если ты не разобрался, ты враг, если ты не решил, ты враг. Ты враг в любом случае, если только ты не оголтела, не орешь оголтела вместе с ними, да здравствует революция. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз и приятно вам провести ваши выходные дни. Спасибо. Проведем с удовольствием вдали от кричащих масс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok